Российские войска перешли в контрнаступление в Курской области. Масштабы и перспективы операции еще предстоит выяснить. Число жертв последних израильских обстрелов в Газе возросло. ВОЗ эвакуирует тяжелораненых пациентов из Анклава в Абу-Даби. Ливан стал очередным пунктом турне главного дипломата ЕС. Жозеп Боррель посетил штаб-квартиру ООН и встретился с европейскими миротворцами. Евроцентробанк понизил все три ключевых процентных ставки на фоне дальнейшего сокращения инфляции. Русская область Россия идет на противоречество в Курске, а немного более месяц после украинской силы огня. Стоит, уровень и потенциальных проспектов о операции неизвестно. В конце концов, ситуация remains fluid, но давайте посмотрим, где движение будет. Русская область 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 Вступили в силу санкции, введенные в США в отношении продажи и поставки в Россию услуг в области информационных технологий и программного обеспечения. По данным Министерства финансов США, санкции, объявленные в июне, направлены на то, чтобы подорвать зависимость оборонной промышленности Москвы от западных технологий. К запрещенным видам деятельности относятся оказание гражданином США услуг по IT-консультированию и проектированию, предоставлению управленческого или производственного программного обеспечения, а также другой помощи на основе облачных технологий. Так, из России уходят платформы онлайн-досок мира, таск-менеджмента ClickUp и сервис для совместной работы кода. После вторжения России в Украину в 2022 году Евросоюз также наложил санкции на компании, работающие в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и страхования. По данным Европейской комиссии, ЕС запретил поставки товаров в Россию на сумму более 48 миллиардов евро, а также остановил импорт товаров из Москвы на сумму 91 миллиард евро. Число погибших в результате последнего израильского обстрела города Газа, жертвами которого в среду стали десятки людей, возросло. Еще пять тел, а также несколько раненых были доставлены в больницу. Ранее в среду в результате израильского авиаудара по школе ООН, используемой в качестве убежища и двум домам, погибли по меньшей мере 34 человека, в том числе 19 женщин и детей. По данным Палестинского Минздрава, с начала израильской операции в Газе погибли по меньшей мере 41 тысячи человек и более 95 тысяч человек получили ранения. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что эвакуировала 97 больных и тяжело раненых пациентов из Газы. По данным ВОЗ, все они были доставлены в Израиль для последующей отправки в Абу-Даби, где им будет оказана специализированная помощь. Тем временем сотни людей на пляже в Сиэтле почтили память Айшенур Эсги Эйги, американской правозащитницы турецкого происхождения, убитой во время акции протеста на оккупированном западном берегу на прошлой неделе. Убийство 26-летней девушки израильскими солдатами вызвало критику со стороны американских и турецких официальных лиц. Израильские военные заявили, что Эйги была застрелена ими непреднамеренно. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Ливан, чтобы обсудить все аспекты войны между Израилем и Хамас, а также более широкие политические вопросы с региональными лидерами. В Беруте он посетил штаб-квартиру ООН и встретился с миротворцами ЕС. В прошлом Боррель не раз критиковал израильское правительство за войну в секторе Газа, заявляя, что кризис на палестинской территории стал человеческой трагедией. Визит Борреля в Ливан – часть его регионального турне, в ходе которого главный дипломат ЕС посетил также Египет. В заявлении, сделанном для СМИ, говорится, что Боррель вновь подчеркнет необходимость продвижения дипломатических усилий с региональными лидерами для достижения мира в конфликте. Согласно резолюции ЕС, поддержка блоком ливанского народа и дипломатическое решение имеют жизненно важное значение для восстановления стабильности и полного прекращения военных действий между Израилем и Хезболлах. Евроцентробанк в четверг понизил все три ключевые ставки. Как и ожидал рынок, регулятор называет позитивной новостью дальнейшее снижение инфляции. Хотя экономические показатели остаются неоднозначными, а во многих странах блока и вовсе тревожными. ВВП еврозоны во втором квартале вырос всего на 0,2% по сравнению с началом года. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И инфляция в еврозоне постепенно приближается к целевому показателю в 2%. Там в Евростате подчеркнули, что это вызвано резким снижением цен на энергоносители. Потребительская инфляция в августе составила 2,2, хотя базовая еще держится на уровне 2,8. В новом учебном году около 7 миллионов учеников пошли в начальную и среднюю школу в Италии. И уже сразу же в первые дни родители потратили довольно крупную сумму на школьные принадлежности, канцелярию, сумки и книги. Расходы на школу постоянно растут. В этом году итальянские семьи заплатят за покупку товаров для учеников примерно на 7% больше, чем в 2023 году. Мария Розарио и Джованни уже потратили на своих детей около 600 евро. И это только начало. Родители признаются что стараются по возможности экономить, например, на транспортных средствах. Расходы объединяясь и добираясь до школы совместно. Мы, в частности, не только один ребенок в школе, но и 4-5. В этом случае мы можем помогать. Обычно, в семье помогает нам помогать их в школе. Для выхода очень часто мы помогаем между нами. Для детей и детей, в первую очередь, в школе, в первую очередь, в школе, это, конечно, какое-то интересное. Но для родителей, это означает не только начать ручку в школе, в школе, в работе, в компаниях и в школе, но и в школе, 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 в школе. Патриция Порцию – мать-одиночка, которая уже потратила почти 700 евро на свою дочь Джулию, которая сегодня идет в шестой класс. Из-за низкого дохода государство компенсирует ей почти 300 евро, потраченных на учебники. Однако она признается, что беспокоится не только о финансах. Цены на книги выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом. Покупка поддержанных учебников онлайн стала распространенным явлением. Многие родители в Италии считают, что это один из немногих способов сократить расходы на обучение ребенка. Нидерланды отмечают 80-летие со дня начала освобождения страны от оккупации нацистской Германии ежегодной церемонии на кладбище американских солдат, погибших во время боевых действий. Кладбище в Маргратоне – место увековечивания памяти об их жертвоприношении. Сотни людей решили взять шефство над одной из могил похороненных здесь американцев. 8288 американцев похоронены на кладбище недалеко от Маргратена. Взявшие шефство регулярно посещают могилы, оставляют цветы или помогают семьям погибших в США. Это не может быть предполагировано. Если мы не принимаем возможность помнить, то мы потеряем возможность понять, чтобы понять, как их сакрифиций. И это может быть просто действительным действием кладбище, или большим действием кладбище, но в основном, что гражданские семьи никогда не хотят, чтобы их следующие годы не забыли, чтобы забыть сокращение и кровь, которое было исчезло для их свободы. Взяв шефство над американскими солдатами, местные жители клянутся никогда не забывать тех, кто погиб в борьбе с нацистской Германией. Акция памяти началась почти сразу же после окончания войны и продолжается по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok